Чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, мастер спорта по джиу-джитсу, двукратный чемпион Европы IBJJF, чемпион мира ACBJJ, амбассадор фразы «Делай своё!» И амбассадор фразы «Если тебе забрали спину, значит ты впереди!» Он представляет клуб «Стрела!» Встречайте! Николай Салбин! Дайте шума! Чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу Мастер спорта по джиу-джитсу не в Азии, призёр различных соревнований IBJF, ACB. У меня стратегия на схватке, постараюсь всех затэкдаунить, все схватки по баллам, потому что я вольник базовый. Мой соперник – это ближайшая ипотека. Мне нравится Лермонтов, есть у него такое стихотворение «Беглец». А, если бы не борьба, то я выбрал акробатику. Акробатика – интересный тоже вид спорта. Цитата – «Делай своё!» «Своё постоянно!» Ваши бурные аплодисменты! Николай Салмин! Это мой вечный флаг! Приблиотеки знаний, нашёл ключ в победе! FSA Contender готов к новой вере! Турнир за турниром, в спортивном противостоянии! Мои соперники падают, я в доминировании! Эк-шунс, учёный поезд на вес! Вольная борьба, каждый бой как прогресс! Рассал им в строю, на потаме битва! FSA Contender – наша сила непобедила! Эк-шунс, учёный поезд на вес! Вольная борьба, каждый бой как прогресс! Рассал им в строю, на потаме битва! FSA Contender – наша сила непобедила! Итак, дорогие друзья, теперь встретим соперника Николая! Ему 29 лет, рост 172 сантиметра! Чёрный поезд по бразильскому джиу-джитсу! Мастер спорта по версии UVW! Тренер клуба FSA! Четырёхкратный чемпион России по грэплингу! Чемпион Европы и мира по грэплингу! Неоднократный участник и победитель множества турниров FSA! Яркий представитель FSA Contender! Встречайте! Амир Гитинов! Меня зовут Амир Гитинов-Магомедов. Представляю клуб FSA и Universal Fighters. Занимаюсь грэплингом в протяжении 10 лет. Переход у меня был с вольной борьбы, так как я базовый борец. Большинство участников я знаю лично, есть и близкие, и знакомые. Но я 100% уверен, что заруба будет на все 100. Первая цель будет удосрочить схватку. Если получится, если нет, там уже импровизировать. И уже будет прессинговая борьба. Самый серьёзный потенциальный соперник для меня – это я сам являюсь. Я желаю ребятам показать зрелищную борьбу. Итак, спортсмены на ковре. Схватка 6 минут, 3 минуты первые до сабмишна, затем баллы. Не моргаем. Время. Итак, кандидат борцовских наук, выпускник Волгогарварда Салмин Николай. Ну, это можно было понять по превью. И Амир Гетинов на ковре. Вторая схватка в категории 83 килограмма, до 83 килограммов. Ну, Николай, как он сказал в превью, что он базовый вольник. И как базовый вольник сразу же запулил ситингард. Всё прекрасно. Как раз-таки лучший гард из вольной борьбы. Из вольной борьбы. Самый распространённый приём. Да. Коляну, как он сам себя называет, я бы с удовольствием называл его Николая. Может быть, и по батюшке, если бы знал. Ну, Коляну 31 год, Амир Гетинову сопернику 29 лет. Оба парня чёрные пояса по бразильскому джиу-джитсу. Имеют кучу регалий, которые перечислял ведущий. Что ж, пока мы не имеем права включать болельщика, пока мы держимся. Но, возможно, ближе к концу когда-нибудь сорвёмся с Маратом. Ну, вот, зная по опыту предыдущих совместных работ, совместных ивентов. Николай Салмин, если кто не в курсе, спортсмен в чёрной экипировке. Вот сейчас прихватил, так случайно, на гильотину, так проверил осанку своего оппонента. Амир работает сверху. Да, осанка держится. Ещё бы осанка не держалась у четырёхкратного чемпиона России по грэпплингу. И чемпиона России по грэпплингу ЮВ. Чемпиона Европы, я бы сказал. Выходит Амир на лог. Амир ищет лэг-лог. Причём взял достаточно плотно. Подгружает, пытается подгрузить ногу Салмин. Не получается встать. Сейчас нога в опасной ситуации. Взял плотно, но... Да, вот сейчас пока нога защищена. Николай колену своей второй ногой немножко блокирует. Не даёт Гетинову вытянуть необходимый угол. Сейчас... Ну, Николай уже выглядит расслабленно. Ну, да, он убрал ногу с опасной позиции. Да, понятное дело, что сейчас вот этот хитросплетение рук и ног. Такое несколько патовое. Нужно будет расплетаться. И вот Коля ищет ниточку, за которую потянуть, чтобы распутать этот глубок. Да, видно, что Амир тоже прикладывает немало усилий для того, чтобы понять, в какую сторону ему двигаться. Ну, вот здесь, да, такое сплетение, что я вот со стороны смотрю и сам не понимаю. Это кто в выигрышной позиции, кто в проигрышной. Ну, рано или поздно кто-то должен был из неё выпутаться, да? Да, да. Так, чтобы не потерять... Хотим разойтись в ноль, разменяться. Собственно, в нейтральную позицию возвращаются спортсмены. Ну, и активно Николай работает снизу. Всё-таки в агрессивном таком стиле. Пытается постоянно сближаться с Амиром, пытается проводить приёмы. Ну, стиль Николая, на самом деле, это работа в гарде. Это Деларива, реверс Деларива, это перимбола и прочее, прочее. Да, вот тут Алексей в самом начале сладких говорил о том, что всё-таки мне иногда приходится болеть за своих. Я раньше тренировался в Fighting Sport Arts, также тренировался под руководством Амира. Поэтому сегодня моё сердце и душа болеют за него, несмотря на то, что с Николаем мы тоже в достаточно хороших отношениях. Но вот межличностные мои отношения с Амиром всё-таки выходят на первый уровень. И болею я за него, но при этом постараюсь остаться непредвзятым. Ну, слава богу, ты не судишь этот матч. Слава богу. Но я скажу, что у судьи тоже достаточно тяжёлое положение, потому что он тоже знаком с ребятами лично. И вот в качестве судьи мне никогда бы не хотелось оказаться. Да, очень активно ребята проводят схватку, на самом деле. Активнее даже, чем первая пара. Как будто... У них было больше времени освоиться на этой площадке. Пропитация этой атмосферы. Николай вот пытается раскачать двойным butterfly-хуком своего оппонента. Возможно, отсюда он будет разыгрывать там выходы за спину. Возможно, переходы в иксы, сингл-иксы, ажи-гарами и прочие интересные, модные или не очень истории. Но пока Коля себя уверенно чувствует в гарде. Да, мне интересно, есть ли у Амира какая-то заготовка, потому что он всё время находится в положении сверху. И вот мне интересно, какой у него геймплан, что он пытается сделать. Потому что пока как-то это выглядит достаточно всё сумбурно. Может быть, я просто не до конца понимаю стратегию на схватку. Я бы не назвал это сумбурным. То есть это прессинг, давление, и он не старается не делать лишних движений. Но, понятное дело, ставки высоки. И вот, Николай выходит на ногу. Рычаг колена, может быть, очень... Ах, ушёл Амир. Очень хорошая попытка была. Прекрасно ушёл. И поволновались оба лагеря болельщиков. Да, Амир прям заставил Фанер дичить меня. Так-так-так-так, Николай, икс. То, что я и думал. Николай прям охотится за ногой. Прям он не отпускает эту идею, как и ногу Амира. Забрал спину Николай, смотрит на время. Снимум, это свит. Николай был снизу, оказался сверху. И выбирается за спину. Методично подбирается за спину своего оппонента. Нам сейчас не видно, насколько успешно захват руками он взял. Если сидбалт нет, сидбалта нет, понятно. Но два крючка было заправлено. Потом опять одна нога вышла. По таймеру, к сожалению, мы тоже не видим. Про таймер мы сейчас разберемся. Да, поэтому пока что не можем вывести его на экран вам. Как только у нас появится возможность, так сразу мы это сделаем. Николай раскрывает черепаху и пытается заправить второй крюк. Мы буквально как по учебнику, как, собственно, по своему учебнику, по своему видеокурсу, который он записал. Который мы видели в промо-ролике. Ребята перед турниром все побывали в библиотеке. Теперь у них есть неопровержимые доказательства того, что они читают. Это парень, который из библиотеки вышел. Это парень, который умеет бороться. И спадка закончилась. Победу одержал Николай Салмин. Поздравляем Николая. Очень яркая сватка получилась. Пока, к сожалению, мы так и не увидели завершение сваток приемами. Очень надеемся, что в ближайшее время спортсмены покажут нам какой-нибудь прием. Чтобы мы потом хайлайты добавили.